Привет всем из Токио! В этом предпраздничном видео мы с вами прогуляемся по городу, посмотрим иллюминацию, погуляем, конечно, заглянем в магазины, распакуем покупки, подарки, посмотрим, какие еще украшения продают к новогодним праздникам, немного любимого из косметики, коллаген для красоты кожи, отправимся с вами в ресторан и просто прогуляемся по красивым улочкам. Итак, друзья, я уже оделась и сейчас мы с вами отправляемся в магазин, сегодня вот такая вот розовенькая и пушистенькая, надела плащ от Zimmermann, который я вам показывала в предыдущих видео, вот думаю надеть кроссовки или вот такие вот туфли, по цвету они, конечно, идеально подходят, посмотрите, или вот такие вот кеды, старенькие Prada, они с рисунком, там присутствует тоже розовый цвет, хорошо очень подходит, какой вариант вам нравится больше? Итак, показываю вам образ дня, розовый плащ, белый свитер надела, сумочку Gucci взяла по цвету, подходит, ну и масочка, конечно, куда же без нее в наше время, под аутфит выбираю в розовом цвете, вот такие вот маски, я вам оставлю ссылку внизу, кому интересно, можете приобрести с международной доставкой, это одноразовые маски японского производства и они именно с антивирусными фильтрами, при выборе маски нужно обязательно смотреть, входит ли антивирусный фильтр в нее, потому что выбор, конечно, огромный, но многие маски не рассчитаны абсолютно на вирус, на упаковках даже написано от аллергенов, от пыли, а вот эти маски с антивирусными фильтрами, производство Япония, и сегодня мне как раз идеально подходит по цвету, конечно, это маски не такого уровня, как я вам показывала до этого, N95, маски-респираторы, конечно, их защита намного больше, но в них достаточно тяжело дышать и каждый день в них не побегаешь, только для каких-то экстренных случаев, в больницу, например, пойти, ну или если совсем тяжелое положение в стране, в Японии сейчас очень мало случаев заболеваемости, в день 126 человек, на сегодняшний день я посмотрела, по всей стране, но все равно все соблюдают масочный режим, в помещениях обязательно, на улице не требуется, но многие носят и на улице тоже, наверное, поэтому так заболеваемости снизилось, практически все уже вакцинированы и все равно ходят в масках, Япония масочная страна, и еще до пандемии многие надевали маску, когда были простужены или от аллергии, посмотрите, как здорово подходит по цвету, белый с розовым, и аутфит у меня тоже сегодня белый с розовым, ну, в общем, в Японии очень развито производство масок, и они очень хорошего качества, декабрь месяц, а ощущение, что осень в разгаре, желтая листва только сейчас облетает, мы с вами отправляемся в район Гинза, сейчас проезжали императорский парк, это район Юракучо, здесь тоже очень много торговых центров, больших, мужской огромный, видите, какой торговый центр называется Ханкю, рядом Люмине, тоже многоэтажный торговый центр, и так мы с вами уже в районе Гинза, отправляемся в универмаг, который называется Митсукоши, один из самых-самых известных, на первом этаже украшен в ретро-стиле, давайте посмотрим, какие здесь украшения продают к Рождеству, к Новому году, я уже украсила дома елку, но все равно меня тянет в такие магазины, давайте вместе посмотрим, полюбуемся, адвент календарей, в которые, видимо, можно класть подарки, вот такие выдвижные ящички, они очень маленького размера, и туда поместится буквально либо конфетка, либо кольцо, серги, бижутерия, только если мне даже ничего больше в голову не приходит, что можно туда положить, посмотрим елочные игрушки, в разных магазинах ассортимент отличается, в предыдущих видео мы с вами заглядывали уже в два больших магазина, и здесь есть игрушки, которых я не видела в других магазинах, посмотрите, какая прелесть, мне вот такие вот очень понравились в пастельных оттенках, девочка с тортиком, вот такой вот очаровательный медвежонок, а это, наверное, рыба-фугу с золотыми губами, посмотрите, какой милый ежик, это свечка, наверное, небольшое белое деревце, можно поставить, украсть его елочными игрушками, очень мило смотрится, а здесь декоративные пирожные в пастельных цветах, я думала, что это шкатулка, но она никак не открывается, скорее, это елочная игрушка, но размер большой, оленя спрятали между картинами, как у меня, такой же елки, почему-то не украсили здесь, в предыдущем видео помните, как красиво были украшены елки в департмент-стора Иситан, а здесь как-то скромно в этом году, хотя есть симпатичные очень игрушки, небольшая вот такая вот искусственная елочка в вазе, можно даже на стол поставить, хрустальные люстры елочной игрушки, такие же, кстати, тоже у меня есть уже, вот такой вот ассортимент здесь, еще какие-то поделки продают разные, на этом же этаже в японском стиле есть посуда, украшения, японские талисманы, а вот эти вот коробочки многоярусные, называются дзюбаку, в них принято подавать традиционную японскую еду на Новый год, осетирёри называется, посмотрите, какие здесь экибаны, здесь искусственные цветы, но, в принципе, такие делают и из живых, праздничные композиции, вазы интересные, черные с золотом, сразу не заметишь, здесь маленький мышонок черный, такие вот необычные композиции, в принципе, можно почерпнуть идеи, сделать самим, круглые вазы, 70 долларов примерно стоит, маленькая, большие подороже, конечно, посмотрите, вот этот вот красивый вариант, да, сочетание цветов очень красивое, и вот эта вот большая самая, наверное, композиция, стоит она 150 тысяч японских йен, то есть примерно 1500 долларов, вот такие вот новогодние экибаны здесь продаются, давайте посмотрим вид из окна, ёлочка украшенная, красивая здесь, самый центр района Гинза, перекрёсток, красивое светящееся здание Ниссан, а справа очень старый торговый центр, называется с часами, следующий 2022 год по восточному календарю, это год тигра, и, конечно, продается много очень различных талисманов, статуэток, из стекла, керамики, вот такие вот яркие варианты, в предыдущих видео, в других магазинах мы с вами видели похожих, из керамики, красивые варианты, от 30 до 60 долларов примерно цены на них, а здесь целая коллекция тигров в японском стиле, даже в национальной одежде, в кимоно с веером, ну что ж, друзья, я сегодня кое-что присмотрела, так сказать, и мы с вами отправляемся покупать, то, что мне понравилось из одежды, обуви покажу вам подробнее, как красиво всё подсвечено, вот это здание Ниссан, как будто разноцветная мозаика, разными цветами светится, очень много людей на улицах и покупателей в магазинах, все выбирают подарки к зимним праздникам, ну, наверное, так же, как и в любой другой стране, Рождество 25 декабря отмечают здесь, и Новый год, конечно, а мы с вами опять отправляемся в универмаг Митсукоши за покупками, дезинфицируем руки, проверяем температуру, сколько у меня температуры, 35,7, видите, написано дистанция и ношение маски обязательно, украшения к Рождеству мы с вами уже видели, поэтому сразу поднимаемся наверх, первая остановка, так сказать, у нас с вами будет в Шанель, здесь продаются кожаные изделия, сумки, кошельки и обувь, аксессуары и одежда продаются только в бутике, а я смотрю сейчас обувь из этой коллекции, круиз, мне понравились черные на низком каблуке лоферы, и вот такие вот туфли бежевые с черным, комбинированные с камелией, буду сейчас мерить их, первый пакетик Шанель, потом покажу вам видеораспаковку, что я выбрала, рядом кафе и магазин Леодуре, заглянем, хочу купить пирожные, вот это мое самое любимое пирожное, здесь называется Испахан, ну и мини-пирожные макарон, конечно, больше всего люблю с розой. Следующая остановка в этом универмаге у нас с вами будет в бренде японском, который называется Адоа, и я присмотрела здесь себе пальто, сейчас покажу, оно правда черного цвета, и на камере не очень хорошо может быть виден фасон, длинное пальто с большим разрезом, с поясом, достаточно объемный рукав, и под него можно надевать широкие свитеры, худи, и это пальто без воротника, можно носить с объемными шарфами, платками, ткань это стопроцентный мягчайший кашемир, мне очень понравилось, так, это я здесь смотрела платье зеленого цвета, еще одно пальто показываю вам, цвет, длина, фасон, мне все очень нравится, но единственное, что здесь ткань, конечно, попроще, это шерсть с добавлением полиэстера, а черный это стопроцентный кашемир, очень мягкая, легкая и теплая, но фасон очень удачный у этого пальто, тоже мне нравится, черная кашемировая стоит примерно 2000 долларов, а это 1000 с небольшим, пишите в комментариях, какое бы пальто вы выбрали, какой вам больше понравилось, покупки покажу вам, когда вернусь домой, сладости тоже купила, конечно, сейчас я хочу заглянуть еще в один бутик Шанель, потому что там, где мы с вами были в универмаге, там не продается бижутерия, вот такой вот бутик, вы только посмотрите, какая очередь, сколько людей, все, видимо, себе уже выбирают подарки к праздникам, посмотрим витрины, это самый известный и, наверное, самый большой бутик в Японии, здесь продаются и ювелирные украшения, и одежда, обувь и, конечно, сумочки, а наверху есть ресторан, французский Алан Дюкас и терраса, веранда, мы с вами там уже были в одном из видео, ссылка будет на экране, друзья, посмотрите, как мне несказанно повезло, очередь развеялась, я вышла уже из магазина с покупками, конечно, покажу вам, купила такую красоту, так что будет у нас с вами видеораспаковка, бутик, конечно, шикарный, украшено все по зимнему к праздникам, Булгари бутик, огромное здание Кортье, леопарды и подсветка красного цвета, очень красиво тоже смотрится, и Шанель. Я дома, давайте распаковывать мои покупки, потому что совершенно нет терпения, так мне хочется быстрее уже надеть эту вещь, обычно я жду на следующего дня, чтобы был красивый свет, дневной, всегда так смотрится более красиво, конечно, на видео, все, а сейчас я включила люстру, поярче, поэтому не знаю, как будет красиво, и так, Амелии, вот такая вот маленькая коробочка, кстати, пакетики белого цвета, только в Париже, на улице Рю Камбон 31, в самом первом бутике Шанель, и в Японии, вот в этом бутике, в районе Гинза, такие красивые белые пакеты, я выбрала вот такие вот серги, когда их увидела, у меня просто был полный восторг, я не видела эту модель ни в каких каталогах, но в Шанель, конечно, нужно идти в бутик и все смотреть, потому что мало что очень представлено на фотографиях на сайте, посмотрите, какие интересные серги, они разные, одна вот такая вот гвоздик с значками CC Шанель вдевается в ухо, а за ухо надевается вот такая красивая подвеска, подвеска снимается и при желании можно ее не носить, а вторая серега сделана вот таким вот образом, значок CC, длинная цепочка и здесь находится каф, который надевается наверх уха, вы знаете, я очень люблю кафы, ношу их часто, а здесь вот такое вот украшение, еще и Шанель, я в полном восторге, а предыдущая серега разбирается, снимается подвеска, в общем, количество вариантов дизайна увеличивается, вот такая вот покупка, которой я не смогла удержаться и даже не дождалась до завтра, второй пакетик мы распакуем с утра, сейчас я хотела открыть еще кое-какую косметику, закончилась у меня тушь, уже совсем не красят, купила новый вариант, такой же в точности, моя самая любимая, показывала ее во всех фаворитах косметики, называется она Heroin Make Kiss Me, она в двух вариантах, по-моему, продается, это Volume, то есть для объема, шикарная тушь делает такими пушистыми красивые ресницы, у меня очень плохие ресницы, короткие и непослушные, очень мало какая тушь мне подходит, этот вариант стойкий, водостойкий, то есть она не потечет, никогда нигде не отпечатается, смывается любым хорошим гидрофильным маслом, объем придает, хорошо держит завивку ресниц, я выбираю тушь в коричневом цвете, и еще пакетик от японского бренда Suco, еще одна тушь, про запас, так сказать, тоже одна из моих самых-самых любимых, водостойкий вариант, в одном флаконе база под тушь, ну а во втором сама тушь, давайте покажу вам такие же средства, сейчас они у меня как раз заканчиваются, вот эта база, которая наносится, и сразу на нее нужно наносить тушь, она делает ресницы более пушистыми, объем придает, немного удлиняет, в общем, хороший эффект от нее мне нравится, и тушь у меня тоже в коричневом цвете, коричневый цвет смотрится мягче для блондинок, видите, она у меня уже подсыхает, все уже, попользуюсь сначала одной, потом открою вот эту вот новую, вот такая здесь кисточка, очень хорошая тушь, она тоже делает и объемные ресницы, и завивку держит очень хорошо, не отпечатывается, не осыпается, даже когда уже не новая, в общем, вот такие вот туши для ресниц, мои самые любимые, покажу вам еще карандашики, вот такие вот рефилы, карандаш для глаз, два в одном, с одной стороны здесь лайнер для глаз, а с другой карандаш, у меня тоже в коричневом цвете, очень хороший лайнер, тончайшая кисточка, удобно ей рисовать стрелку, можно нарисовать тончайшую, тончайшую линию, можно и обычную стрелку сделать, насыщенный красивый цвет, лайнер продается в черном и в коричневом цвете, посмотрите, можно какую даже тоненькую линию сделать, потому что стрелки, конечно, не всем идут широкие, таким лайнером можно подчеркнуть, около самого-самого роста ресниц, сделав тончайшую линию, а со другой стороны, здесь карандаш, карандаш очень хорошего качества, я обычно им крашу, межресничное пространство, он, во-первых, мягкий, видите, у меня грифель уже короткий, поэтому скоро открою эти коробочки, и буду пользоваться новым карандашиком, таким же мне очень нравится, он абсолютно не течет, даже если нанести его на слизистую, не затекает в уголке глаз, прекрасно держится, цвет красивый, в общем, отличная вещь, и еще вот такие две новинки хотела открыть, сыворотка и маска для лица, маска получила уже несколько косметических премий, вот такое вот у нее название, внутри в коробочке всего 4 штуки, это тканевые маски, пропитанные эссенцией, входит много разных экстрактов, экстракт рисовых отрубей, листьев имбиря, и видите, какая форма, полностью увлажняется шея, еще и лифтинг эффект, нужно вот так вот наверх ее приподнять, к уху, и держать маску нужно 10 минут, восстанавливающая, очень насыщенная маска по текстуре, в такой холодный сезон, зимой, когда отопление, или такой сухой воздух, как в Японии, для сухой кожи подойдет, аромат очень приятный у этой маски, давайте откроем сыворотку, называется она лифт серум, в прошлом видео я вам показывала пустые баночки, средства, которые у меня закончились, и как раз говорила, что такая сыворотка лифт серум сейчас выпускается в черном флаконе, вот этот флакон, она обновилась, такая инструкция здесь, раньше, кстати, была на русском языке, а сейчас уже нет, потому что перестали продавать в России эти средства, бренд Канеба был представлен на российском рынке какое-то время, но сейчас вот только из Японии можно купить, посмотрим вместе с вами текстуру, ароматы божественные в бренде Канеба, мне очень нравится, аромат чайного цветка Теотопия, написано еще роза и ландыш добавлен, очень приятный, но не навязчивый аромат, вот такая вот текстура, достаточно легкая, хорошо быстро впитывается в кожу, наносится она сразу на очищенную кожу лица, и сверху нужно закрывать кремом или легкой эмульсией, но если кожа жирная, можно использовать и так без крема, хорошая очень сыворотка, второй флакон открываю, она антивозрастная, с лифтинг эффектом, а сейчас я вам показываю масло, гидрофильное для очищения, косметики, очень кстати хорошая, как раз вот всякие лайнеры, карандаши удаляет отлично, любую косметику со всего лица и из глаз, а вот это вот умывание, пенящиеся, я специально принесла свой пустой флакон, пустую баночку, посмотрите, она у меня как раз только что закончилась, я пользуюсь сразу несколькими средствами, у меня стоит и в ванной, и около раковины, и вот этот вариант мне очень понравился, один из любимых, здесь прекрасно все, и текстура, и пена, и прекрасно очищает кожу, не сушит, вечером нужно использовать после вот этого гидрофильного масла, после того, как удалили косметику, а с утра просто как умывание, отличная вещь, можно использовать каждый день, вот такие вот косметические средства вам показала, доброе всем утро из Токио, продолжаю распаковывать покупки, под елочкой у меня здесь подарки, все покупки, подарки, красивые пакетики, ставлю под елку, и в следующих видео будем с вами распаковывать много-много разных коробочек, а сейчас давайте посмотрим, что же я выбрала в Шанель, черный пакет, значит покупка была совершена не в бутике на Гинзи, а в другом месте, но в Японии, кстати, очень много бутиков Шанель, практически в любом центральном районе, и в универмагах часто представлено, но в общем, это коробочка из Department Store Mitsukoshi, обувь, положили мне вот такие вот еще дополнительно стельки, на тот случай, если великовато мне покажется обувь, хотя размер вроде идеален мне, но смотря на какой носок носить, пошуршим немного, как же красиво упаковывают всегда в Шанель, ощущение праздника, эти ленты, камелии, кстати о камелиях, я думаю вы наверняка обратили внимание, что камелии всегда клеились на пакет и на коробку, а сейчас представляете, мне рассказали в бутике, что в целях экономии и заботе об окружающей среде, камелия клеится только одна, на коробку, но я не думаю, что так уж прям Шанель загрязняет окружающую среду своими камелиями, тем более, что это все очень дорого, и не такое уж количество они производят, одежды, обуви, в сравнении, например, с масс-маркет брендами, и камелия мне тоже консультант рассказала, что они поменялись, теперь их делают из другого материала, да, они действительно отличаются, я обычно их не выбрасываю, а клею на шкафчике в гардеробной комнате, в общем, выбрала я вот такие вот лоферы, они просто прекрасны, металлические цепочки с продернутым ремешком Шанель, выполнены в приглушенном золотом цвете шампанского, кожа с эффектом блеска, но это не лакированная кожа, такая вот очень интересная, достаточно блестящая, сзади CC значки Шанель, очень красивые и удобные лоферы, мне понравились, я на них смотрела несколько раз уже, честно говоря, а это пакетик от Адуа, японский бренд, я сначала думала, что читается Адоре, но оказалось Адуа, наверное, на французский манер, в общем, правильно оказалось так, выбрала я пальто из 100% кашемира, черного цвета, черный цвет, видите, как засвечивается на камере, очень сложно показывать, но вы видели его, в принципе, в видеопримерке, еще такая же модель, была только в голубом цвете, но у меня уже есть пальто голубого цвета, а вот черного длинного как раз не хватало, все, друзья, давайте обмывать покупки, распаковываю сладости, шампанское, пирожница Ля Дуре, самая любимая, из пахан называется, а здесь в этой коробочке еще макарон, к шампанскому идеально подходит со вкусом розы, вот такое вот оно светлое, очень вкусно, еще мне понравились сезонные, со вкусом яблоко, и клубничная, по-моему, с маршмалу, ну, в общем, красота, конечно, малина такая свежая, красивая, внутри еще личи, и роза, со вкусом розы, и так, за вас, мои любимые подписчики, за мои удачные покупки, с наступающими вас праздниками, ну, увидимся в любом случае на следующей неделе, посмотрим, какой рождественский тортик я заказала, забрать его можно только 24 декабря, посмотрите, как красиво танцует шампанское, далее, хотела вам показать новые БАДы, которые я пробую, это бренд, гинза томата, принцесс коллаген, в общем, это коллаген, ну, я думаю, наверняка вы наслышаны, вот об этом вот коллагене, из плавника акулы, с жемчугом, который, конечно, действует безотказно, очень улучшает состояние кожи, это тот же самый бренд, гинза томата, но коллаген в таблетках, вариант попроще, конечно, и подешевле, здесь используется коллаген из акулы, не из плавника акулы, а просто из акулы, 500 мл, при том, если высчитывать цену коллагена, по миллилитрам, и сравнивать ее с вот этой красной коробочкой, то стоимость получается одинаковая, но здесь вот такой вот вариант, во-первых, в таблетках, то есть он немного полегче, можно использовать для поддержания результата, например, между приемами коллагена в красной коробке, из плавника акулы, с жемчугом, потому что он достаточно дорогой, а это более такой простой, недорогой вариант, но тем не менее, очень хороший, это коллаген из акулы, здесь также добавлен витамин С, обязательно, для того, чтобы все усваивалось в организм, то здесь уже продуман полный баланс, такая бьюти-добавка, еще входят ферментированный коллаген, самый лучший, из плавника акулы, небольшое количество добавлено здесь, также в состав этой бьюти-пищевой добавки, входят еще противоугликаны, для увлажнения кожи, которые очень хорошо сохраняют влагу в коже, вот такой вот очень хороший вариант, бады для красоты, коллаген, я оставлю ссылку внизу, посмотрите, какие цены, по-моему, около 20 долларов цена на них, принимать нужно по 3 таблеточки в день, запивая водой, и это курс получается на месяц, производство Японии, высокотехнологичный бренд, гинза томата, коллаген убывает из организма, в Японии рекомендуют принимать, уже с 25 лет обязательно, против морщин, для поддержания красивой кожи, конечно, при необходимости для суставов, ну а тем, кто постарше, конечно, рекомендую вот этот коллаген, из плавника акулы, с настоящим жемчугом, очень улучшает состояние кожи, далее, друзья, и мои бьюти подружки, еще небольшое включение, хотел сообщить вам новость, к сожалению, не очень приятную, вот этот бренд, Ля Дуре, прекрасный Ля Дуре, в переводе, японское производство, которое выпускал знаменитые румяна, лепестки роз, и не оставил равнодушным никого, во всем мире, к сожалению, закрывается полностью, то есть, этого бренда больше не будет существовать, закрывается он уже вот в этом месяце, практически все точки продаж уже закрыты, онлайн-магазин тоже закрыт, может быть, еще в каком-то департмент-стой продаются буквально остатки, я хотела купить шампунь от этого бренда, мне очень понравилось, все, к сожалению, уже ничего невозможно достать. Привет всем еще раз, сейчас мы с вами находимся в отеле, которое называется Конрад, достаточно известный отель, пятизвездочный, расположен в центре Токио, такая необычная елка была, самой елки нету, на деревянном каркасе прикреплены ветки и елочные игрушки, показываюсь вам в зеркало, образ дня, мы с вами отправляемся в китайский ресторан, вот так вот я оделась, на мне блузка, это бренд Бабари, скомбинировала я вот с таким коричневым ремнем от Фенди, черные укороченные брюки, лоферы, бежевое пальто Максмара, все это вы могли видеть в видео о покупках, давайте посмотрим меню, вот такой вот ресторан называется Чай на Блю, меню обеда, сеты и, конечно, ужин, итак, мы с вами уже в ресторане, вот такой вот сет нас ждет, вкусный, я надеюсь, посмотрите, какой красивый здесь вид, открывается с 28 этажа, столик в ресторане нужно резервировать обязательно, по крайней мере сейчас, в этот сезон практически все занято, чокусь с вами, мои любимые подписчики, и посмотрим, какие блюда подают здесь, закуска, второе блюдо выглядит очень просто внешне, но оно такое вкусное, подача похожа на пекин дак, но на самом деле внутри, в блинчике, мясо свинины, соусом, и что-то хрустящее, необыкновенное, посмотрите, какое интересное вино, калифорнийского-то мы пили много, а что есть винодельно, даже в Нью-Йорке, я первый раз вижу, вино розе прекрасно сочетается с китайской кухней, вино достаточно легкое, я думаю, хорошо его пить в жаркую погоду на веранде, густой суп с крабами, следующее блюдо посмотрим, рыба, грибы и тофу в китайском соусе, вот так вот выглядит, и следующее блюдо было тоже невероятно вкусным, орешки, курица в сладком соусе, и манго, в дополнение к блюдам соусы, необычные на вкус, нудл, жареная лапша, соба, подается с овощами, и, конечно, десерт, вайн-селлар, винные охладительные шкафы, посмотрите, какого размера, поскольку невероятно, здесь очень высокие потолки, метров 10, наверное, я думаю, давайте посмотрим, вместе поднимемся, сотрудник ресторана показывает, как туда пройти, вот такие вот двери стеклянные, с этой стороны, селлар только для красного вина, посмотрите, какое огромное количество, от пола до потолка, и даже вот такая вот лестница еще есть, чтобы достать самые-самые верхние бутылки, а за второй дверью находятся только белые вина, сейчас мы уже с вами вошли в комнату, и здесь намного холоднее температура, ну вот такой вот у нас с вами получился небольшой тур по винным погребам в этом ресторане, видите, какой масштаб, а здесь лаундж-бар с красивым видом, с камином, магазинчик с необычными, очень яркими вещами, он уже закрыт, поэтому только через стекло можно разглядеть, что здесь продается, какие-то яркие сумки, аксессуары, зонтики необычные, что-то с логотипами, Louis Vuitton, здесь и Шанель, бульдоги вот такие вот гигантские, с логотипами Шанель, украшения какие-то, такой необычный достаточно магазин, посмотрите, какие интересные зонтики, вернее, ручки у зонтиков, бульдог, кошка, какой-то пеликан, или кто это, пантера, попугай, на этом заканчиваю съемку видео на сегодня, покажу вам еще свой аутфит, на сей раз уже без пальто, ну что ж, друзья, забыла я вам показать распаковку еще некоторых вещей, которые я покупала в Италии, например, вот такая вот блузка, которая была на мне как раз в ресторане, это бренд Барбари, и покупала я ее в Аутлете, серовали в этом году, когда была во Франции, в Италии, посмотрите, какая цена, изначальная цена в бутике 890 евро, а цена Аутлета со скидками 219 евро, но блузка стоила еще дешевле, на нее была еще скидка, вот такая вот симпатичная блузка, мне очень понравился цвет, ткань это шелк стопроцентный, модель удлиненная, ее можно либо заправлять, или носить так, так же как вариант с поясом, как надевала я в ресторане, с красивым каким-нибудь ремнем, итальянский размер у меня 42, и из того, что еще не показывала, но сегодня вы увидите на мне, вот такой вот платок, покупала тоже в Аутлете, цена бутика 230 евро, а со скидкой 149 евро, он стоил, покупала я его тоже в Италии, но в другом уже Аутлете, это видео вы еще не видели вообще, если вам интересно посмотреть то видео, то пишите в комментариях, ну а мы с вами сейчас отправляемся в район Токио, который называется Хибия, привет еще раз, как вы видите я в розовой масочке, шарф от Барбари, и в новом пальто, Токио Мидтаун Хибия, открытые кафе работают даже вечером, но здесь есть подогрев, в Токио зима теплая, январь месяц наверное самый холодный, но в среднем температура все равно плюс 10 градусов, может быть машины, Лексус, небольшой шоу-рум находится в этом здании, и вот такая симпатичная улочка с подсветкой, деревья подсвечены разным цветом, рядом находится театр, Токарадзука, очень известный в Японии, все роли в этом театре играют только женщины, здесь же находится императорский отель, сейчас мы с вами внутри торгового центра, здесь также есть кинотеатр, поднимаемся наверх на шестой этаж, там красивый вид на Токио, подсветка, написано как раз, работает с 5 до 11 вечера, до февраля месяца будет открыт, посмотрите какой интересный экран, лифт, даже решила снять на видео, измеряет видимо, сколько людей внутри в лифте, или вес человека, или сенсоры какие стоят, измеряют сколько человек вошло в лифт, вот такой вот наверху сад зимний, с красивым видом на Токио, с подсветкой, в принципе здесь ничего нет, можно просто прогуляться, подышать воздухом, посмотреть на красивый вид, на ночной Токио, район Хибия, ресторан видимо зарезервирован полностью, потому что какая-то большая вечеринка, много очень людей, часто в декабре месяце проводят корпоративные вечеринки, но вроде бы в этом году, и в прошлом году от них отказались, большие компании по крайней мере, но люди все равно собираются, на первом этаже косметика разная продается, написано Иситан, это выбор из универмага Иситан видимо, а здесь внутри при шоуруме Лексус, кстати есть кафе, очень интересно, давайте посмотрим меню хотя бы, сейчас я абсолютно не голодная, и другие планы на вечер, но давайте посмотрим, может быть как-нибудь в другой раз заглянем, что здесь сэндвичем, выглядит очень даже неплохо, и вот такие вот десерты, цены здесь тоже совсем даже неплохие, например сэндвич и напиток, будет стоить 7 долларов, хочу такой десерт, фисташковая крем-брюле, это я люблю, ну что, если вы не устали, предлагаю еще немного прогуляться, перейдем дорогу вместе с вами, здесь шикарный бутик Граф, ювелирные украшения, и отель, называется он Пенинсура, расположен недалеко от императорского дворца, небольшое открытое кафе, при этом отеле продаются сладости, сувениры, игрушки, к вечеру уже все распродано, посмотрите, sold out на все вкусняшках, адвент календарь, украшает стену, видимо каждый день убирают по одному числу, и длинная-длинная улочка, Маруночи район, здесь много тоже открытых кафе разных сделали, магазины, рестораны, офисы, я увидела магазинчик, здесь продаются очень известные стулья для компьютеров, как раз меня эта тема сейчас интересует, магазин уже закрыт, работает он до 8, вот такие вот стулья, они достаточно дорогие, у меня сейчас тоже от этой марки, но я хочу его поменять, потому что уже очень старый, испортился, выглядит очень удобно, и дизайн красивый, ладно, загляну в другой раз, вот еще витрина от Тиффани, что там внутри, кольцо с бриллиантом, классический дизайн, сколько здесь, один карат, наверное, да, приятная атмосфера, все гуляют, цветочный магазин, посмотрим, какие зимние цветы в Японии, справа кафе известное, французское лото джои ропщу, небольшое кафе, в основном там выпечка, десерты, вот такая у нас с вами прогулочка получилась, на этом я заканчиваю видео, надеюсь оно вам понравилось, до встречи на следующей неделе, и жду ваших комментариев!